Субтитры делал DimaTorzok 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 А с кем ты воюешь тогда? Да постоянно стоим на блокпостах. Не на блокпостах, слышишь? Ну ты что, блядь, коверкаешь, блядь? Великий и могучий русский язык. Не на блокпостах, а на блокпоста, блядь. Человек с высшим образованием, блядь. Понимаешь? Мне стыдно, что ты, блядь, говоришь на неправильном, блядь. На блокпостах, блядь. Так вы и что, блядь? Да ты с кем воюешь, мне объясни. Ты с привидениями что ли воюешь или что? Если ты их не видишь, блядь. Я говорю, я тебе могу потом как-нибудь по свободе, я тебе принесу это видео, блядь. Ну понятно, что моим словам, блядь, послушай, я говорю, ты не надо меня переливать. Я тебе открою видео, понятно, ты моим словам не видишь. Ты посмотришь, блядь, сам посмотришь, блядь. Понимаешь? Это провокация. Ну понятно, провокация, на этом видео этот человек, и потом этот человек был взят в плен, это тоже, это все провокация, Федор. Это ж понятное дело. Я сейчас с тобой разговариваю, это тоже провокация, понимаешь? Вот у меня вопрос. Ты сейчас пришел на блокпост, ты не правильно разговариваешь, ты мне говоришь какие у тебя пробелы, но у тебя пробелы по образованию. Понимаешь? И мне вопрос возникает, на хуй ты сюда пришел? Вот просто мне ответить. Защищать мирных людей. От кого ты их пришел защищать? От тех кто их принимал. А ты кто такой? Вот ты сейчас будешь меня стрелять, а за что? Можно тебя поинтересоваться? За то что ты меня стреляешь. Я в тебя стрельнул хоть раз? Нет. Сейчас нет. Так вот мы с тобой, а сейчас я разговариваю. Я на тебя враг. Хотя заметь, я по русски разговариваю и лучше тебя еще по русски разговаривать. Понимаешь? Вот я подойду к твоему блокпосту. Подойду в украинской форме одежду. Да? Да. Военной. И кроешь по мне огонь. А за что ты будешь стрелять? Так я не буду стрелять. Друг мой. Если бы такого не было, я бы таких вопросов не задавал. Понимаешь? Что стреляют по людям, которые вопросы подошли. Я попадал под обстрелы двоих ДНРовцев. Знаешь сколько раз? Не открывший по ним ни разу огня. Знаешь сколько раз? Даже когда ходил на переговоры с ними. Знаешь сколько раз? Сколько раз? Сколько раз? Более двадцати. Попадал под обстрел уже, блядь. Идя в колонне. Вот просто идет колонна, блядь. Идет колонна техники. Идет. Она идет по своей территории. По территории государства. И тут вот такие покемоны, как ты, начинают вести огонь по ним. Вопрос. На основании чего? Я русский человек. Хорошо. Такие русские люди, как ты, начинают вести огонь по ним. На основании чего? Наверное, была какая-то предыстория. Подожди, какая предыстория? Значит тоже стреляли так. Вопрос тебе, что ты сюда пришел? Выработалась какая-то этика уже ведения войны. Кто выработался? Этика? Этика ведения войны. Где твои шевроны? Где твоя принадлежность какому-то государству? Этика ведения войны. Ты мне тут по военным делам не в Москве, дружище. У меня два военных образования, в отличие от тебя. Два военных образования. Не за сало купленные, понял, да? И не за магаричи выставленные. Два заработанных, блядь. Понял, друг мой? И мне рассказывать сейчас о военной этике не тебе будет, экономисту. Мне рассказывать о военной этике. Первый тебе элементарный вопрос. Где твоя принадлежность какому-либо виду вооруженных сил и какой-либо стране? Вот тебе первый вопрос по военной этике. Первый вопрос тебе элементарный. Где принадлежность твоя? Не выбори в шевронах. Подожди. У тебя у тебя документы, хорошо. А твои принадлежности к какому-то государству и вооруженным силам этой страны? Документы сдал. Какие? Стоп, какие документы? Удостоверение. Есть у меня удостоверение твоё. Но! У тебя удостоверение народного полчаса Донбасса. А ты являешься гражданином другой страны. Это является что? Наем. А наемники у нас не попадают под комбатантов. Так ты тогда кто получается? Ты получается бандит? Я не бандит. Ты бандит получается. Друг мой. Которого взяли с оружием в руках. Я взял с оружием в руках. Ты являешься гражданином этой страны. Я гражданин у нас. Подожди. Да и что дальше, что ты гражданин России? Ты гражданин России. Ты перчик у себя в России. Понял? Ты перчик в России. Ты там можешь вступать в её вооружённые силы. Воевать за интересы Российской Федерации. Никто не спорит. Никто не спорит. Понимаешь? Но там на территории России. А ты находишься на территории ДНР. Правильно? Да. На ту территорию, которую наёмники американские захватили. Эту всю историю я уже слышал. Захватили бы. Но ты-то не являешься гражданином ДНР. Так на каком основании ты взял в руки оружие и воюешь на этой территории? Расскажи мне. Я должен определить правительство ДНР. Что определить правительство ДНР? Ты вообще с правительством ДНР хорошо знаком, милок? Ну так, я не знаком. Лично знаком? Не лично, но он не знаком смотрел. На кого ты смотрел? На кто-то смотрел. Нет, то что ты на них смотрел, понимаешь. Я на Памела Андерсона смотрел, но я с ним не знаком. Понимаешь? Анджелина Джоли тоже такая, ничего, тёлка. Ну тоже я на неё смотрел, я с ней не знаком. Ты лично с кем-то знаком? Лично нет. А с кем ты лично знаком? Ты говоришь, я, я, я там. А вот ты лично, кто за тебя скажу, как можно слово сказать? Конкретно за тебя, за Фёдора такого? Устинова? Устинова, да. Никто. Хорошо. Твой командир за тебя, можно слово сказать? У тебя какой-то командир был, или ты просто пришёл, я вот честно, я не могу понять. Ты взял в руки оружие, да? Пришёл. Вот у меня к тебе вопросы, потому что я хочу понять. Я реально хочу осознать и понять всё происходящее. Ты пришёл, взял в руки оружие, да? Сам пришёл, блядь, на территорию ДНР и начал стоять на блокпостке. Блядь, Шерня. Согласен? Да, конечно. Согласен. То есть, по-любому, ты пришёл. Ты же не... Ты же... Подожди, то есть... Да, тогда ещё... Ещё одна статья. Хищение оружия. Правильно? Ты украл получается оружие? Нет. Я бы не вырвал. А где ты его взял? Выдали. Только вот чем? Стоп. Выдали. Тебе выдавали и украл. На тебе руки оружие или тебе где-то записали? Правильно? Тебе кто-то его выдавал? Или ты его сам где-то взял? Честно говоря. Кто-то. Кто-то. Тебе его выдали. Тебе его выдали под документы, под записи? Нет. Да, должны были. Подожди, что значит, должны были записать. Ты знаешь, что... Как-то... Отсутствие учёта оружия и всех прочих средств, это является что? Это является предпосылкой к его хищению, блядь. Ну, это всё. Если вы поехали там, согласно юриспруденции, это уже... Мы не будем сейчас. Мы далеко туда вникать. Если ты военных делах мой, то юриспруденты сто процентов мой. Конкретно криминальный. Правильно? То есть тебе записали. Правильно? То есть какой-то начальник тебе это выдал. Правильно? А начальник этот кто? Он тоже гражданин Российской Федерации? Или он гражданин ДНР? Подожди, то есть ты пришёл к какому-то левому персонажу, да? Дай мне оружие. Да на тебе оружие. Стоп, он тебе дал оружие. Выдал ты документ. Из какого военкомата? Ну, в Донецке, который он находится. Стоп. А у нас, как может в Донецке находиться военкомат? Если этот военкомат... Подожди, это военкомат ДНРовский? Конечно. Это же государство, вы всегда забываете. Какое это государство? Кем это признанное государство? Давай начнём с этого. Кем оно признанное? Самое главное, оно признанное в народом. Каким народом? Которое здесь проживало. Ты ДНРовцев много видел? Вообще? А так, не возносить, и не нужно, смотрю, и так. А чё не нужно? Ну, зачем? А чё не нужно? А кем оно должно быть признанным? С Соединёнными Штатами Америки? Да причём здесь, ты заметил, что про Соединённые Штаты Америки за всё время нашего с тобой разговора говорил только ты. Я ни разу не сказал о Соединённых Штатах Америки. Я про Германию сказал. Я рад, что и только я об этом говорю. Причём здесь Соединённые Штаты Америки. Подожди, причём. Да ты заметь, я про них не говорю. Я с тобой разговариваю от своего лица, я разговариваю конкретно с тобой. А не говорю там какие-то там Соединённые Штаты, какие-то там Великобритании, Испании и всё прочее. Ты сидел? Нет. Нет? Нет. Тогда, ну, походу у тебя будет шанс. Потому что все твои... Да я уже понял, что я его не избегу, это ваша шанс. Потому что все твои дела, они подпадают... Ты чувствуешь, как что? Смотри, по вооружению, это для хищения, иначе его не назовёшь. А, стоп, ты сказал, что тебе его выдали, да? Ты сказал, что тебе его выдали? Да, но это не попадает под... Стоп. Это попадает под юрист? Да. Так что здесь сюда нос ссувать не надо. А ты сейчас на чьей территории написал? Нет. На территории не надо. А кто это так решил? Я не знаю. Это я решил, кто? Губарев? Это решил... Это народ так решил. Какой народ? А я вот, например, знаю, что народ в таких населённых пунктах, как Славянск, говорит, видеть вас не желают. Ты знаешь об этом? А в таких населённых пунктах, как Краноторск, Славянск... Какие ещё населённые пункты? Не ваши. Дебальцево. Они вас видеть не желают. Знаешь почему? Потому что от вас одна деда.